Ребят, в интересное время мы с вами живем. Каждый год производители выкатывают новые камеры. Где-то это реально крутые экземпляры, ну а где-то Nikon. Но иногда случается поистине что-то невероятное. Нововведения, которые меняют индустрию фотографий. Задают новый вектор развития на многие годы вперед. Новая Sony Alpha 9 Mark III ровно такое сокровище. Я бы даже сказал Грааль, и я бы вот еб так взял бы и поснимал бы на нее. Меня зовут Максим Густарев, и сегодня я расскажу, почему Sony Alpha 9 Mark III самая важная камера этого десятилетия. Погнали! Самое первое, оно же важное. Sony Alpha 9 Mark III это первая в своем роде фулл-фрейм гибридная камера с глобальным электронным затвором. Помните, давным-давно мы с вами снимали на зеркальные камеры. У меня был Canon 6D, и честно говоря, на тот момент я даже мечтать ни о чем другом не мог. Но в 2015 году Sony представили свой первый беззеркальный фулл-фрейм Sony Alpha 7. И как же тогда все кайфанули, переходя на легкие беззеркальные фулл-фреймы? Переход был настолько глобальным и логичным, что многие корпорации отказались от выпуска зеркальных камер. Ведь зеркало — рудимент, который вводит определенные ограничения в функционал камеры, например, скорострельность. Прошло 8 лет, и что мы имеем? Практически все, ну, подавляющее большинство перешли на беззеркальные системы. Привыкли к их преимуществам и все чаще стали заострять внимание на их недостатках. Я приведу их небольшим списком. Первое, оно же главное — это механический затвор. Эти пластиковые шторки, попеременно закрывающие и открывающие сенсор камеры, регулирующие выдержку и количество света, падающего на него, практически все наши камеры обладают таким сверхточным и хрупким механизмом, который зачастую выходит из строя. В большинстве случаев поломка камеры связана непосредственно с выходом из строя затворного механизма. К примеру, на Canon 6D, на который снимала Inno, мы затвор меняли два раза — на 250 тысячах пробега и на 370. Сейчас он, кстати, в полностью рабочем состоянии, лежит как запасная камера. Ну и моя Sony A7R III. На ней тоже был сломан затвор на пробеге 250 тысяч, я его заменил, и также она у меня как запасная. Но знаете, все равно, когда ломается затвор, осадок остается, что вот именно эта деталь является слабым звеном. А что если взять и убрать шторки затвора? Ведь электронный затвор используется на мобильных телефонах. В целом, это возможно. Ведь практически все беззеркальные камеры, обладающие механическим затвором, могут работать в сайлент-режиме с помощью электронного затвора. Но при съемке в таком режиме у нас возникает второй дикий недостаток — это роллинг шаттер. Дисторсии, возникающие при фотографировании быстро смещающихся относительно площади матрицы камеры объектов. Дело в том, что свет, падающий на матрицу, считывается построчно, и скорость считывания информации ограничена аппаратно. Насколько мне это удалось нагуглить, у современных камер, у той же самой Sony A7 Mark III, скорость считывания затвора — порядка 1,40 секунды. Это достаточно долго. То есть в момент съемки, перед тем, как считается информация с первой строчки матрицы до последней строчки матрицы, пройдет 1,40 секунды. Это очень много. И при фотографировании экшена наш объект съемки однозначно за этот промежуток времени сместится, и мы увидим в кадре дисторсию. Чтобы этого избежать, мы используем шторки, которые могут сначала закинуть на матрицу свет от события, которое происходило на протяжении, к примеру, 1,008 секунды, а уже после на протяжении 1,40 секунды считать информацию с матрицы. В этом случае роллинг шаттера не будет, так как мы с помощью механического затвора очень быстро зафиксировали само событие на матрице. А дальше уже на протяжении 1,40 секунды медленный процессор считывает информацию с медленной матрицы. Кстати, эта медлительность ограничивает и скорострельность нашей камеры. Теоретически, самая быстрая скорость съемки будет ограничена временем работы затвора плюс временем считывания информации с матрицы. Образно выбрав выдержку в 1,40 секунды, мы добавляем 1,40 на лаг считывания, и в итоге получаем 1,20 секунды на кадр, что дает нам скорострельность в 20 кадров в секунду. Даже если вы выберете самую короткую выдержку, потолком скорострельности в такой камере будет, ну, 40 кадров в секунду. И как ни крути, ускориться здесь не выйдет. Ну, кроме как уменьшение вот этого лага, скорость считывания информации с матрицы, сделать его намного меньше. Как это реализовано, кстати, в Олимпусе, ОМД ЕМММ, ЕМ1, Марк 2, 3, 2, короче. Там лаг считывания с матрицы 10 миллисекунд, это всего 0,01 секунды. То есть, грубо говоря, в идеальных условиях мы получим скорострельность камеры 100 кадров в секунду. Но на деле мы имеем заявленную скорострельность в 60 кадров в секунду, согласитесь, неплохо. В идеале научиться читать свет на сенсоре не построчно с задержкой, а единовременно, разово, всю информацию с матрицы. Привет, глобальный затвор! Забавно, но в прошлом году Canon анонсировала свой первый фулл-фрейм-сенсор с глобальным затвором. Но, к сожалению, он нацелен на промышленную черно-белую фотографию и создан для электронных микроскопов и рентгеновских камер. Поэтому в сенсоре нету цветных фильтров. Логично, что этой новостью многие вдохновились и очень надеются увидеть глобальный затвор, матрицу с глобальным затвором, в новом Canon R1, который выйдет в следующем году. Но Sony, не предупреждая, без каких-либо утечек, как это стало мейнстримом в последнее время, всех опередила и впихнула глобальный затвор в Sony Alpha 9, новую версию. Конечно, надо отдать должное маркетингу Sony, ведь особый вау-эффект в том числе появился благодаря тому, что не было абсолютно никаких утечек насчет глобального затвора. Все ждали типичный сенсор на 44 мегапикселя, а в результате мы получили следующую генерацию камер. Ну, блин. Сам анонс показал то, чего мы не ожидали увидеть, потому что все предыдущие презентации не были абсолютно однотипными. Вот, смотрите, мы добавили больше точек автофокуса. Теперь они занимают 96% матрицы, а не 93%. Смотрите, у нас вместо одного процессора теперь два процессора. А для автофокуса мы еще засунули специальное нейронное ядро, которое определяет модель Dazos Shop. Ну, блин, реально, сколько можно? Одно и то же. Уже надоело все камеры абсолютно идентичные. И тут такой подарок. Sony Alpha 9 Mark III можно уже смело назвать легендарной камерой. Переход с механического затвора на электронный глобальный затвор – это как пересесть с ДВС на электрокар, как перестать есть роллтоны и начать кушать доширакие божественные, прекрасные. Sony Alpha 9 Mark III обладает глобальным затвором. Тут нет механических движимых деталей. А считывание информации с матрицы происходит единовременно. Это решает ряд проблем, с которыми мы сталкивались раньше. Первое. Это полное отсутствие роллинг-шаттера. Теперь вне зависимости от скорости движущегося объекта вы будете получать картинки без искажений, без дисторсий. Второе. Скорость считывания настолько быстрая, что это позволяет ускорить скорострельность камеры. И сейчас камера выдает заявленные 120 кадров в секунду. Вы только вдумайтесь, 120 RAW полноразмерных в секунду. Охереть. В простой фотографии они, конечно, никому нафиг не нужны, но вот репортажники, а в принципе Sony A9 – это репортажная камера. Вот это прям респект. Третье. Больше никакого мерцания при съемке с дебильными люминесцентными газоразрядными лампами. Вы все прекрасно знаете, что они мерцают, не знаю, вот эти лампы белые, которые стоят в офисах, вот эти дебильные, противные. Когда мы нажимаем на кнопку спуска затвора, герцовка лампы иногда не совпадает с выдержкой. И мы, так как считывание происходит на простых камерах построчно, какая-то часть кадра становится яркой, какая-то темной, какая-то опять яркой. И вот это все прям бесит. Теперь этого нету. В Sony A9 Mark III есть специальная функция, которая определяет герцовку самой лампы, освещение, и подстраивается и на пике вспыхивания самой лампы. Камера делает кадр. Кайф. Четвертое. Снимая с накамерными вспышками, мы теперь полностью можем забыть про скорость синхронизации. Аллилуйя. Теперь не будет никаких вот этих ограничений в 1,02 секунды. Напомню, что скорость синхронизации это выдержка на вашей камере, для каждой камеры это, конечно, своя выдержка, при которой присутствует фаза полного открытия матрицы. То есть открывается первая шторка, наша матрица полностью открыта, срабатывает вспышка и шторка закрывается. Во многих фулл-фрейм камерах средняя скорость синхронизации где-то 1,02 секунды. То есть если вы поставите выдержку 1,05 секунды, то тогда вы только половину кадра проэкспонируете, и кадр будет наполовинку освещенным. Это не совсем хорошо. Sony A9 Mark III от этой проблемы мы избавляемся, потому что, во-первых, нет вообще никаких шторок. Во-вторых, свет падает полностью на матрицу, полностью считывается. И даже при самых коротких выдержках, вплоть до 1,800, вы можете использовать вспышки. И тут присутствует еще одна крышесносная, вполне логичная фича, которую инженеры добавили в камеру. То, чего нет ни в одной другой камере, насколько я знаю. Это ручная синхронизация затвора камеры и вспышки. Дело в том, что когда мы нажимаем на кнопку спуска затвора, вспышка вспыхивает не сразу. Это происходит с какой-то аппаратной задержкой, пока сигнал дойдет до блока розжига и пройдет реакция. Пик яркости вспышки будет позже нажатия кнопки спуска затвора. И в зависимости от марки вспышки, от ее мощности, эти пики будут иметь разную задержку. Если использовать длинные выдержки, к примеру, 1,15 секунды, то погрешностью лага вспышки можно пренебречь. Ведь все вспышки залезут в этот диапазон. Но новая A9 Mark III позволяет использовать выдержки до 1,800 секунды. Это очень короткий промежуток времени. Вот тут-то и пригождается ручная синхронизация. Под каждую вспышку мы можем указать свою длительность лага. Теперь при нажатии на кнопку спуска затвора, камера будет ждать миллисекунды до того, пока вспышка от дуплиции не сработает. И забавный факт. Выдержка на Sony A9 Mark III может быть в десятки, в сотни раз короче длительности самой вспышки. На практике теперь мы можем снимать в яркую солнечную погоду, используя любую вспышку, на любой мощности, превратить день в ночь. И это все без всяких там высокоскоростных синхронизаций стробоскопа. Просто вот так вот в лоб нацепили вспышку, нажали на кнопку и сняли на супер короткую выдержку. Едем далее. Пятое. Потенциал глобального затвора и вот этой скорострельности в 120 кадров в секунду решает вопрос поимки необходимого момента в репортажной фотографии. Не знаю, вы фотографируете футбол, какое-то спортивное мероприятие, вам нужно попасть в момент, когда футболист ударяет ногой об мяч. Понятное дело, то что вы нажимаете 120 кадров в секунду, конечно, у вас моментально забьются карты памяти. И вот здесь появляются новые фичульки, которые добавляет камера Sony Alpha 9 Mark III. На фронтальной панели есть кнопка C5, Continuous Shooting Speed Burst, при нажатии на которой вы как раз активируете вот этот супер-турбо-дупер режим в 120 кадров в секунду съемки. Допустим, вы просто фотографируете, в настройках выставляете скорострельность не 120 кадров в секунду, но не нужно вам столько сразу. Вы ставите где-то 20 кадров в секунду. Согласитесь, даже 20 кадров в секунду это очень много. Вы снимаете ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, но потом в момент вы увидите, что-то происходит охренительное. Вы дожимаете кнопочку C5 и уже фигачите не 20 кадров в секунду, а 120 кадров в секунду. Отпускаете кнопку и опять остаетесь на 20 кадрах в секунду. Прикольно. Но это еще не все. Шестая фича. А что, если вы хотите сфотографировать, не знаю, молнию? Вот именно зарождение молнии, как расходятся вот эти электрические деревья. Раньше мы снимали молнии всегда на длинные выдержки. Поставили на штатив, поставили выдержку там, не знаю, одну секунду, нажали на кнопку. И вот если молния попала в эту секунду, она полностью вся прорисовалась. Такой аналог световой кисти. И чтобы сфотографировать первую фазу вспыхивания молнии, чтобы она не дошла до земли, нам нужно иметь, ну не знаю, дикую удачу, чтобы поймать этот момент. Ну или чтобы камера умела снимать в прошлое. Ну типа у вас камера подготовлена к съемке молнии, вы увидели молнию, вот не знаю, 3 минуты молнии не было. Вы увидели молнию, нажали на кнопку, а камера сняла все то, что было за одну секунду до нажатия на кнопку спуска затвора. Как лайффото на айфоне. Нажали на кнопку и можете еще немножечко отмотать назад. Вот ровно это и реализовали инженеры Sony. Когда вы нажимаете на полу спуск затвора, камера уже начинает в буфер, не на карту памяти, в буфер обмена, закидывать равки. 120 кадров в секунду. Ну конечно это все можно настроить, поставить 20, 40, там 60 кадров, максимум 120 кадров в секунду. Если вы снимаете молнию, вы ждете на полу спуске затвора, камера пыхтит, но вы этого не видите, она просто обновляет буфер обмена. И в момент, когда срабатывает молния, вы нажимаете на кнопку спуска затвора, конечно это происходит с задержкой, но я думаю одной секунды вам будет достаточно не протормозить. И вы сможете увидеть 120 равок с этими молниями, именно с разрастанием этого электрического древа. Я считаю, это опять же мега круто. Вот вам элементарный пример того, как можно заиспользовать эту функцию без использования каких-то сторонних ресурсов типа фотоловушек. Седьмое. Так как вы имеете 120 кадров в секунду скорострельность и матричный стаб, дающий преимущество на 8 ступеней экспозиции, чисто с рук вы можете сделать брекетинг. Просто три кадра. Недоэкспонированные, переэкспонированные, нормально проэкспонированные. Получить суперширокий динамический диапазон. В анонсе нам тоже показали композитный рав, который сшивает несколько рав-файлов в суперчистые, без каких-либо шумов. Рав это классно, если вы, не знаю, там используете какое-нибудь супервысокое ISO 12800, и картинка реально шумная. Scale, композитный рав, все чисто, четко. Вот такие вот дела. Это главное, чем новая Sony A9 может похвастаться. Все остальное, конечно, тоже на уровне флагмана. Тип 4K 120 FPS, Full Frame Video, 10bit 422. Крутой видоискатель на 9,5 миллионов точек, работающий в 120 Гц без блэкаута во время съемки. Можно включить, конечно, 240 Гц режим, но, блин, нахрена он нужен, кому непонятно. Дисплей у нас откидной и поворотный в одном флаконе. Внутри два слота CFexpress Type-A и два слота под SD-шки. Конечно, есть и условные минусы. Сама технология глобального затвора подразумевает огромное количество данных, которые должны перемещаться из одного места в другое в мозгах камеры. И в угоду этой скорости может быть ущемлен динамический диапазон. Проверить мы это сможем только, когда появятся в сети доступные RAW-файлы с этой камеры. Пока что есть только JPEG, но даже JPEG, там, снятый на 12800 ISO, выглядит вполне неплохо. И еще один момент. Эта камера репортажная. А в этом жанре динамический диапазон — это одно из самых последних, на что нужно смотреть. Но если уж нужно снять что-то с широким динамическим диапазоном, пожалуйста, есть композинг RAW, он же брекетинг. Ровно так, как работает брекетинг на айфоне. И забавно то, что вот эта граница между мобильной фотографией и профессиональной фотографией постепенно стирается. Подводя итог, Sony Alpha 9 III — это легендарная камера, ребят, ну вот как ни крути. Пока Nikon, Canon, там, другие производители, титики, ну, Sony делает это, хорошие продукты. И да, я прекрасно понимаю то, что глобальный затвор — это не новинка. Есть всякие Blackmagic и комоды с глобальным затвором. Но это видеокамеры, это камеры с Super 35 сенсором. А Альфа 9 III — это глобальный затвор в фулл-фрейме и пользовательской камерой, гибридной и для фотографов, и для видеографов, для кого угодно. Это новый виток технологического прогресса сейчас, который станет эталоном и к которому все производители будут стремиться. Да, я знаю то, что эта камера сейчас стоит 6000 баксов. Это очень много, но не за горами и более бюджетные версии. И, наверное, какая-нибудь Sony Alpha Mark VI, либо Sony A7C Mark III уже будет с глобальным затвором. 3-4 года у нас все это появится, ребят. То, что механический затвор, рудимент, об этом я говорил 2 года назад. Ближайшие лет 5-7, на мой взгляд, все производители начнут переходить чисто на электронные затворы, потому что это логично. Чем меньше движимых деталей, тем больше ресурс камеры, и тем реже она будет выходить из строя. Но я никак не ожидал, что спустя 2 года у нас будет вполне рабочий фулл фрейм на глобальном затворе. Мои догадки были верны, и я думаю, что через реально 3-4 года мы будем смотреть на механический затвор, как на архаизм. Ровно так, как мы сейчас смотрим на зеркало в каком-нибудь условном пятаке. В интересное время мы живем, и мне очень интересна ответочка от Кэнона. Если они не добавят в свой R1 флагман глобальный затвор, это будет реально провал. Ну а про Nikon я вообще молчу, потому что, как обычно, они тупо закупят сенсоры у Sony. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, пиши в комментарии, что думаешь о новом глобальном, глобальном затворе. Ну и если хочешь также поддержать мой канал, не забудь, у меня есть Boosty Patreon, где я делюсь кучей обучающего материала по фотографии. Увидимся в следующих роликах, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok